Осень Для многих она олицетворение поры размышлений, меланхолии или даже грусти. Отличная возможность вспомнить пройденный путь, сделать какие-то выводы или даже подвести итоги. Наверное, потому что мой день рождения в сентябре, для меня это начало нового года жизни. Ну или вообще начало чего-то нового. Да, я не стал исключением и не могу избежать меланхолии, но в этом ощущении я вижу лишь уют, покой и возможность заглянуть в себя так глубоко, как только это возможно. Как ни что другое, мне в этом помогает музыка. Именно поэтому для меня так важно выбрать правильный осенний плейлист. Лоу-фай, хип-хоп или чил-хоп стал популярен в конце 2010-го. Его отлично слушать, если надо настроиться на учебу или работу. Его приятный расслабляющий бит, не забирая все внимание на себя, а остается на фоне, помогая путешествовать по чертовым разумам. Конечно, большего эффекта погружения можно добиться, если слушать его на виниле. И теперь это превращается в ритуал с присущей эстетикой и аутентичными подвесками. Вообще, такая музыка задаст атмосферу в любое время года, но как нельзя, лучше подойдет осенью. Если говорить о музыке как об историях, рассказанной ее авторами, то здесь можно провести аналогию с путешествием, в котором мы проходим путь человека, от которого толкнули определенные события на написание музыки. Зачастую яркие события, еще чаще пересполненные грустью и болью. Британская певица Леандре Хаус на своей второй студийной пластинке рассуждает на разные темы, но неизменно возвращается к приятной меланхолии и сладкой грусти, в которой она путается словно бласкутное одеяло. Так в песне «Призрак» она напрямую говорит, что взяла всю вину на себя и превратила боль в сиренаду. Что это за боль, мы можем догадаться лишь через занавес метафор, которыми она ужила эту историю любви. Давайте же послушаем. Что так прочно ассоциируется с осенью? Желтые листья? Возможно. Но для меня прочнее всего связь с дождем, словно земля смывает усталость и зной после лета. Представим, что за окном буря, а мы завариваем облепиховый чай, кутаем наши надежды и мечты в плед и располагаемся у камина. Какую пластинку выбрать, спросите вы? Это Джеймс, «At Last». Пожалуй, каждый из нас вспомнит легендарное вступление в песне «At Last». Но сегодня наша цель – другая песня под названием «Stormy Weather». Она вошла в список ста величайших песен всех времен по версии журнала «Time». И в ней, на мой взгляд, как нельзя лучше показана связь, переживание, от расставания с любимым человеком и бурей, бушующей за окном. Я хочу, чтобы вы сейчас уловили мою мысль. Хотя эта музыка и выражает боль, она вовсе не направлена на то, чтобы заставить слушателя чувствовать себя хуже. Наоборот, она будто успокаивает и говорит «ты не одинок». Мы люди и совершенно нормально чувствовать сомнения. Так же нормально, как разочаровываться или совершать ошибки. Мы сталкиваемся друг с другом в этом бесконечном подовороте событий, оставляя отпечатки на судьбах друг друга. Но в конечном итоге имеет значение лишь тот след, который мы оставили в истории. Ярчайший след в истории джаза оставил Чет Бейкер. Американский трубач и вокалист. Человек с непростой судьбой. Он оказал огромное влияние на развитие джаза того времени и стал автором множества легендарных композиций, среди которых и Ти Сотон. Бесконечно осенняя, мелодичная. Закрыв глаза, можно даже увидеть медленно опускающиеся пожелтевшие листья. Нередко осень связывает с чем-то мистическим или таинственным. Я, например, в это время люблю пересматривать фильмы Тима Бёртона и считаю музыку Дэнни Эйфмана по-настоящему феноменальной. Ему каким-то образом удается создавать идеальный симбиоз мрачной готичности и наивной доброты. Я мечтал об этой пластинке несколько лет, и она идеально передает всю таинственность и загадочность мира, который создал Тим Бёртон в своих произведениях. Она так и называется. Мир Тима Бёртона. Композитор Дэнни Эльфман. Как и любое путешествие, это подходит к своему завершению. Было ли оно увлекательным? Надеюсь, об этом не расскажешь ты, дорогой друг. Нам не пришло время пожелать тебе прекрасной музыки, которая скрасит твою осень и, возможно, жизнь. До новых встреч.